Добрый день, уважаемые друзья! Спасибо огромное за проявление интереса нашей презентации. Хочу отметить, что такое приятного отношения к нашим продуктам я не встречал у себя дома ни разу. Со всеми, с кем мне удалось пообщаться, на эту тему были очень приветливы. Спасибо огромное. Я сразу скажу, я не владелец стрелкового клуба в России, я знаком с владельцами, поскольку мы предлагаем наши продукты. Мы часто обсуждаем всякие юридические аспекты, как быть в той или иной ситуации, но все мои слова, они на уровне советов, они не несут никакой юридической позиции, чтобы не было никаких значений по этому поводу. Значит, о чем сегодня будем рассказывать? У нас есть специализированная система для стрелковых клубов, называется она «Точный выстрел». Это система учета клиентов с упором именно на специфику работы стрелковых клубов и тиров. Откуда, собственно, появилась эта идея? Начиналось все достаточно давно, порядка двух лет назад. Я занимался в одном стрелковом клубе и меня немного напрягала ситуация, что нужно дозвониться, узнать на месте ли мой инструктор, доступна ли там определенная галерея или стенд, есть ли там какое-то оружие, которое мне нужно в этот момент. И я предложил этому клубу сделать некую систему онлайн-записи. Но, как выяснилось, не все так просто. Внутри были немножко другие проблемы. В процессе мы эти проблемы описали, нашли пути их решения и появилось то, что сейчас есть. Наша система. Достаточно успешно мы развиваемся в пределах России пока. Каждый клуб находит какие-то достоинства первоначальные, потом копать глубже им нравится больше. Ну, прямо так, чтобы кто-то сказал, не, нам не подходит, не нравится. Такого не было, к счастью. И я считаю, что это неплохо. В сегодняшней презентации мы постарались разбить роли. Есть в клубе человек, который принимает на ресепшене, есть инструктор, который, да, непосредственно занимается стрелком, есть владелец клуба, ну, есть непосредственно стрелок. Вот плюсы и минусы для каждой из этих ролей мы описали и я сейчас постараюсь рассказать. Ну, самый любимый наш клиент и стрелки, да, собственно, для кого существует клуб и он работает. Значит, какие проблемы мы подметили в процессе работы над системой? Значит, достаточно сложное оформление и медленное клиенту, да. Оформляют, как правило, рукописный договор, куда ручную вписывают паспортные данные, фамилию. Это занимает время. При повторном посещении надо опять все это все делать, да. И информация, даже если сохраняется, как правило, это либо какой-то журнал, либо там экселевский файл, что не очень удобно для дальнейшей обработки. Не очень четко прописан порядок оплаты для человека, да. Когда платить? В начале, в конце, а если возникнут какие-то дополнительные услуги в процессе занятия? Всегда вот это вот смущало. Не очень понятно, куда идти, кто инструктор, да. Там сказали на словах, там у нас Александр инструктор, кто он, где он, в каком месте, да, информация может потеряться. Соответственно, и для человека, который пришел, процесс выдачи оружия, патронов, подготовки может занимать длительное время, и он ждет, и ему это не нравится. Значит, как мы сумели решить эту проблему? Благодаря тому, что договор и данные стрелка заносятся в программу один раз, печатается тот же договор, да, с уже имеющимися данными. При повторном посещении ничего заносить не надо, клиент есть в базе, вы по номеру телефона его находите, да, и оформляете его на занятие. Это происходит быстро, четко и, в общем, без большого ожидания. Сокращается порядок действий, да. Один раз вы его оформили, все. Значит, в следующий раз он пришел, вы его идентифицировали, все. Второй раз повторять не надо. Есть четкий алгоритм, который ускоряет процесс обслуживания, делает участие, да, в стрелковом процессе более комфортным и приносит больше удовольствия клиенту. Значит, есть самостоятельная запись также через интернет. Она для более опытных стрелков, которые знают, что им нужно, но она тоже снимает некоторую нагрузку с администратора для того, чтобы он мог или она мог больше рассказать о услугах клуба. Значит, ну, четко администраторы при записи понимает, что свободно, что занято, какая галерея или стенд свободен, свободен инструктор, и это гарантированно позволяет попасть в клуб и получить ту услугу, которую клиенту хочется. Для менеджера клуба, да, какие проблемы были и как мы их решили? Медленный, не очень удобный процесс был, он по-разному реализован в разных клубах, но есть возможность его ускорить, сделать более простым, удобным, комфортным. Когда долго человека записываешь, да, он ждет, он уже не хочет слушать о дополнительных каких-то услугах или более интересном предложении для него. И сокращение времени оформления, она позволяет предложить какие-то интересные вещи дополнительные в рамках услуг клуба. Почти везде есть сертификаты, да, это, как правило, подарки на какие-то праздники, дни рождения и так далее. Процесс этот обычно реализован не очень удобно, долго, сложно, учет непонятный и часто люди отказываются от такой покупки, да, потому что не очень понятно, как это будет реализовано. И, наверное, самая большая проблема – это вечером закрыть смену, да, то есть учесть, правильно ли оплаты, все ли верно с товарами, которые мы там продали и реализовали в день. Поиски таких неточностей могли занимать очень много времени по опыту. Что мы предложили? Значит, как я уже говорил, быстро оформляем договор, благодаря тому, что один раз доносим данные в базу, да, включая, есть возможность у стрелка саморегистрации и скана документов, прикрепление фотографий к учетной записи. Это повышает безопасность, да, надежность и общее впечатление от клуба. С сертификатами, да, есть, в нашей программе есть возможность как сертификатов, каких-то подарочных, неименных, да, причем можно их сразу из программы отправить на электронную почту, так и депозитов, то есть некого денежного счета, привязанного к клиенту, да, к которым он может расплачиваться в процессе занятия. Депозит, кстати, как бывает, как денежный, так и материальный, например, тарелки, да, самая частая, стрелка пает пакет тарелок по какой-то фиксированной стоимости, и постепенно они автоматически списываются во время его занятия. Соответственно, повысилась система продаж, прозрачность системы продаж. Администраторы или менеджеры, да, начали предлагать больше спектр услуг, и это повысило общие продажи клуба. Для стрелка тоже какие-то стали вещи более прозрачные, соответственно, для него проще и интереснее стало ходить. Смена, закрытие смены стало очень коротким, да, вот по отзывам некоторых администраторов, раньше у них занимало это до двух часов, вот этот поезд каких-то потерянных, в кавычках, да, денег или патронов. Сейчас, поскольку все автоматизировано, все через программу, все это можно легко найти, даже если что-то забыли зафиксировать, и оружейная комната, например, говорит, что мы выдали 10 патронов, пожалуйста, посмотрите, кому мы их выдали. Так, следующий у нас инструктор, не самая, немаловажный участник процесса, потому что на самом деле, как инструктор, да, позанимается с клиентом, во многом от этого зависит, захочет ли клиент вернуться к нам еще раз. Что, какие проблемы были у инструктора? Подготовка к занятиям достаточно долгое время занимала, поскольку не было информации актуальной у инструктора о клиенте, да, ему, как правило, в момент прихода по рации передавали, там, пришел какой-то стрелок с таким-то оружием, да, или будь добр, сходи, там, в комнату хранения оружия, получи оружие для этих стрельб. Это занимало время и было не очень удобно. Соответственно, если информация передается по рации, то, возможно, неправильно расслышать что-то, да, забыть, и это вызывало еще больше... занимало время, да, и вызывало какие-то ошибки. Надо отметить, что почти все клубы используют систему мотивации стрелков в зависимости от количества занятий, от стрельных патронов, и обычно каждый раз, вечером стрелок приходил и сверял, а сколько я там сегодня бонусов получил. Сейчас у него есть возможность прямо в программе видеть свое вознаграждение, и это очень здорово мотивирует его к продаже, допустим, дополнительных каких-то услуг. Так, немножко я уже сказал, да, как стало. То есть у инструктора есть тот же, ну, свой доступ к программу, да, он видит записи, видит, кто к нему в какое время должен прийти, может планировать свой график, может планировать выдачу оружия, да, подготовку к каким-то занятиям, если это уместно, и это здорово облегчает ему жизнь и повышает его интерес к каждому занятию. Система у всех, доступ к системе у всех единый, да, то есть одна и та же информация все сотрудники обладают, включая, кстати, бухгалтера, которого мы даже здесь не рассмотрели. И это помогает, то есть никаких разночтений о том, кто пришел, на какое занятие у сотрудников клуба нет. Это помогает оптимально обслужить гостя. В принципе, у инструктора, да, есть возможность фиксировать дополнительные продажи либо расход, например, тарелок, да, в процессе занятия, и эта информация тут же отобразится у администратора, да, чтобы ей правильно учесть количество услуг. Ну, и у инструктора появилась возможность смотреть собственные бонусы. Это, кстати, очень неплохо мотивирует его, не отвлекая от процесса, да, и очень мотивирует на то, чтобы работать лучше, предлагать какие-то дополнительные услуги и так далее. Наконец-то мы добрались до КХО, в российском варианте именно так называется, да, в комнате хранения оружия. Значит, их тоже настигли результаты автоматизации, и они несказанно довольны, действительно, очень позитивный отклик я именно от них получил. В нашем варианте у них много документов, предусмотренных законом, которые надо оформлять. И зачастую это, например, при выдаче оружия надо дописать там, граждан скажет короткоствольное с нарезным стволом, вручную. Представляете, если таких выдач в течение дня 100 штук, то как бы львиная часть времени не на то, чтобы грамотно и хорошо обслужить гостя, а на выписку этого оружия. Мы сделали так, что из программы это все печатается автоматически. Опять же, информация о том, как хранение оружия от инструктора передается по рации, возможно, ошибки, неточность, это затрудняет работу. Ну и, как я сказал, очень многие документы заполняются вручную. Что-то, к сожалению, в законодательстве не позволяет сделать в автоматическом режиме, что-то мы сумели сделать автоматически. Опять же, заранее видно, кто идет, из чего стреляет. Можно всегда подготовить оружие и с этим сократить время ожидания и свою работу. Доступ в единую систему, да, все прозрачно, понятно для всех участников процесса. Важная особенность, можно пометить оружие как сломанное или без патронов. Этот статус видит администратор, и он не выдаст, или она не выдаст это оружие стрелку, да. Понимает, что оно в данный момент не в доступе. Ну и, как я сказал уже, да, где-то какие-то зачеты удалось автоматизировать и печатать уже имеющуюся автоматизировать программы, собственно, сильно облегчая жизнь. Ну и вот мы добрались до один из самых важных людей, которые не дают нашим клубам перестать существовать, да, всячески поддерживая их деятельность. Сразу пишу плюсы, потому что их достаточно много, да. Процессы в клубе стали прозрачные. На моем небольшом опыте, да, некоторым клубам это позволило остаться на плаву, да, предложить клиенту именно те услуги, которые пользуются популярностью, и за счет этого не перестать функционировать. Программа позволяет минимизировать ручной труд. То, что раньше писалось ручкой, заполнялось в каких-то таблицах, иногда Excel, иногда в тетрадке. Все это сейчас есть внутри программы, да, и, собственно, и возможность ошибок, и возможность время, которое требуется занесения, оно очень сильно сократилось. У всех единая база данных. У ком-то хранения оружия, у инструкторов, у администраторов, у самого стрелка и у владельца клуба одна и та же информация, да, которая позволяет оперативно принимать какие-то решения, строить аналитику, да, и понимать, какие услуги пользуются спросом, а каких, может быть, стоит отказаться, и предложить клиенту наиболее интересные услуги, которые позволят оптимально, да, заработать на каждом визите. Наша программа похожа на электронную почту в плане доступа, да, она доступна с любого устройства, где есть интернет, никаких особых требований к железу, да, к компьютерам нет, то есть она не требовательна совершенно к системе, поэтому облегчает к ней доступ. Система надежна, да, мы сами следим за работой сервера, обеспечиваем резервное копирование, и, ну, за два года работы, тут, 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 ни разу не было никаких сбоев, да, которые повлияли бы на работу клубов по этой причине. Не нужен, собственно, рогостоящий сервер, не нужно за ним следить, резервно копировать, это очень большое достоинство. Есть у нас прям такой пример, которым хочется похвастаться, да, был клуб, который, это не открытый, закрытый тир, да, 100-метровая галерея, обычно в одну сторону 50 метров и в другую. С введением нашего софта у них выручка выросла два раза. Я не склонен считать, что это мы такие молодцы, и из-за этого было, но процессы стали стройными, автоматизированными. Я так понимаю, часть денег все-таки до этого уходила мимо кассы, а сейчас она стала попадать туда, и владельцы даже были сами в недоумении, как так получилось. Ну, если бы это был один месяц, я бы еще сказал, ну, ладно, так повезло. А это было несколько месяцев подряд, и, в общем, такой вот фантастический случай, да, который позволил клубу, так сказать, имеющимся ресурсами очень хорошо увеличить свою выручку. Ну, и самое главное, собственно, ради чего мы все работаем, да, это удовлетворенность клиентов, когда люди видят, что им не приходится просто так ждать, когда у них есть возможность записаться онлайн, когда у них есть возможность зарегистрироваться быстро, когда они понимают четко стоимость услуг, кому они идут, нигде не теряются, да, это заставляет их приходить нам снова и снова. Собственно, ради этого мы все и работаем, и эта цель хорошо ложится в рамку логики нашей программы. Спасибо большое за внимание. Собственно, вот все, что вкратце я хотел сказать, я рассказал. Если есть вопросы, я надеюсь, я готов на них ответить. Пожалуйста. Здравствуйте, спасибо. Меня интересует вопрос. Крутура до техподдержки. Как быстро у нас работают, у нас разница во времени. Если у вас представители, кто у нас по нашему премию, мы сразу ответили, потому что бывают заметные, что с программами записаться, там скинулось несколько клиентов, записаться на одно время, вырывать строительные системы и короткие лечения, что вырываете. Хорошо, что я могу отметить, что, честно говоря, глобальных заминок таких вот не было ни разу. У нас с вами еще не очень большая разница во времени. Мы работаем с ребятами из Иркутска, у них у нас 5 часов. И поэтому обычно в 7 утра по Москве начинаются какие-то от них вопросы, но они такие скорее общеразвивающие. Они находят для себя что-то новое, говорят, «О, слушайте, а тут у вас есть такой аспект, объясните, как оно работает». И я там, допустим, пишу какое-то видео с объяснениями, как оно работает. Они смотрят, говорят, «О, здорово или нет, нам не нравится, давайте попробуем что-то сделать еще». Так что вот, слава богу, таких моментов, что вот все сломалось и мы молчим, такого не было. Ну, наверное, вряд ли я нашел другой стол. Так, а второй микрофон? А, пожалуйста, да. Как выгляделы бухгалтерские отчеты и в каком формате много отчетов? У нас больше программа не бухгалтерская. Раз, раз, ага. Больше программа управленческого учета. Ну, значит, вы знаете, несколько раз просили сделать, когда мы еще не работали в клубе, просили делать интеграцию с 1С, знакомились с нашим продуктом ближе и говорили, нет, вы знаете, не нужна интеграция, проще, не такой большой функционал для обмена, что мы проще его занесем руками. Есть, естественно, всякие отчеты и по товарам, есть склад, если все правильно вести, то он будет автоматически списывать те товары, которые, патроны, например, которые отстреляны в этот день, да, или, например, мишени, которые вы продали. Есть, естественно, кассовый отчет по разным видам оплаты, включая нал, без нал, оплату по договору, сертификаты, депозиты и, в общем, все. С этим вроде вообще нет проблем, все достаточно четко, вечером сходится и даже позволяет найти, самая частая ошибка, это вместо нал, оправили без нал. Вечером не сходятся цифры, и вот даже специальный поиск мы делали именно для этого, чтобы быстро можно было найти эту сумму. Пожалуйста. Здравствуйте, я Александр. Приятно. Вопрос такой, вы продаете готовый продукт, то есть фоксовую версию, или вы продаете продукт, который, то есть предоставляете доступ к своему сервису, который у нас где-то могут быть. У нас будет стоять клиентская часть, или я могу продать продукт у себя на сервисе, но вы видите, не зависит от лица. Вот это любимый вопрос моего партнера Владимира. Да, и что, допустим, есть полигоны, где там, ну, элементарно может быть проблема, что нет постоянного доступа. Вопрос, конечно, решаемый вопрос, как вы едите, то есть по натуре я установить этот продукт у себя на сервере или это облачный сервис? Это облачный сервис. Коллега, здравствуйте, меня Владимир, зовут. Я в технической части, а лучше отвечу. Значит, смотрите, это облачный сервер, сервис, и вам действительно нужен будет интернет. На самом деле, я считаю, что если у вас на полигоне есть интернет, и вы дадите его возможности пользоваться с клиентом, то Инстаграм, всякие отметочки, фоточки, видео, записанные клиентами, повысьте, как бы, в вашу точку интереснее. Вот, по поводу того, что если вы хотите поставить его себе, я вам так скажу. Я не советую. Потому что, да, а зачем? У нас есть костин, мы его мониторим, мы его обслуживаем, мы его бэкапим, мы отвечаем за его надежность. Вот, у нас есть копия в одном месте, копия географически удаленной, в другом месте. Если что-то случится, понимаете, гораздо будет сложнее добраться до вашего сервера, нам, и помочь вам решить какую-то техническую проблему. Мы мониторим 24 на 7. Вот, пробраться у вас будет простой договор. Если что-то случится у вас, с другой стороны, у вас стоимость владения будет выше. Как вы говорили, сервер надо купить, сервер нужно обновлять, за ним следить. Это только сервер. Железо чаще всего выходит. Мы используем нежелезные сервера, мы, наоборот, от этого отказались, мы используем виртуальных серверах, за ними следит еще костер. И он обеспечивает надежность их работы, а мы отвечаем за программную часть. То есть у нас раздвина такая ответственность, и это, я вам так скажу, что все идут к этому. А в части того, что это подписочная модель, да, то есть вы пользуетесь, пока плачете, пользуетесь. Если вы скажете, что нет, мы вам вашу базу погружаем, подоздаем в каком-то формате и остаемся. Ну, я надеюсь, что это тоже будет. Я в том, что это будет. Добрый день, такой вопрос. Вы знаете, есть ли тебе доступы на все компления, которые вы обсудили, для того, чтобы клиенты потенциально на предприятии в часу роста использовали? Конечно. Это первый вопрос. И в часу роста, ну, как любая система онлайн-регистрации, как решается техническо, когда несколько человек потенциально зашли в одно и то же время и хотят забронировать одну и то же галерею. То есть как здесь будет приоритизация? То, чтобы не получилось, что одновременно два клиента сэкпортируют одно и то же место. Значит, сразу по поводу записи на одно и то же время. Это невозможно. Это проверяется, это одна из наших фишек. У вас такого просто не получится. Сам весь процесс записи выступает атомарно. Если хоть на каком-то этапе ему недоступен инструктор. Ну, на самом деле мы не делаем таких ограничений. Но если галерея у вас недоступна, направление недоступно, время занято, никакой записи не будет. То есть кто первый, тот и поможет. Ну, да, ну, сэкпортируют. Второй, он будет зашли, но он непролучен. Попов, демо доступа. Мы вам можем отдать никаких проблем без метра. Но лучше, если мы вас немножечко за ручку проведем первый раз. Это не очень долго. Вот. При наличии там Zoom, Google Meet. Ну, по крайней мере, мы вас введем в курс, как оно устроено первоначально. Вот. И у вас не будет, будет поменьше вопросов. А демо вопросов, если не встретим. Женя еще одну штучку пересказал. Есть еще интересные у нас вещи. О черной списке. Клиенты некоторые неадекватные. От слова совсем. И вот, когда несколько клубов в одном регионе находятся, то очень удобно обменяться этой информацией. Вот. Потому что клиенты сфотографируют. Вот. Мы даем специально доступ для, вот, именно до таких клиентов. То есть можно получить, чтобы проверить, например, его по номеру телефона, по номеру вас, по номеру фамилии. Если он у кого-то находится в черном списке, вот, то мы эту информацию вам покажем. Немного безопасности. У каждого из них разграничен доступ. И каждый получает доступ по нему своему. Ну, инструктор, например, видит только те маршрутные листы, те клиенты, которые придут к нему. Нет смысла показывать ему огромную там список, там, подобное. Если он хочет посмотреть бонусы, то он как бы не видит бонусы всех. Была недавняя задача. Мы ограничены только тем, что вот его бонусы, они такие. Вот, это, я просто сам видел, когда инструкторы очень часто приходили, а вы засчитали бонусы вот от этого клиента? Вот, теперь этого не нужно. Они, инструкторам, на самом деле, достаточно смартфона. То есть, как только клиент записывает, у нас есть фишка такая небольшая, мы просто на почту мы присылаем, что вот у вас будет такой клиент. Ненавязчиво, ничего. Достал телефон, посмотрел, кушает давление, он ко мне идет. Где, ну, как бы. Да, мы не такой функционал развиваем. У нас есть телеграм-бот, вот. И он как раз, можно через него записаться. И мы туда же отправляем, что вы записываем, какое-то число, приходите. Не напоминаем за сутки. Нет, это написано решение с нуля. Он написан был для одного из клубов. Но мы изначально сделали так, чтобы, если есть какие-то вот очень тонкие моменты специфичные для какого-то клуба, мы их стараемся не внедрять. Ну, как сказать, обнажив, но попозже. Когда у нас появляется несколько запросов, мы, естественно, прислушивались к нашим клиентам, и это внедряем, и как бы это распространяется на всех. То есть, хорошие практики разносятся всем, плохие практики мы стараемся либо убить, либо запросить настолько больших денег, что люди скажут, что не надо. Как вопрос в бухгалтерии. Потому что при даже больших почтах, вот прайс-висках, огромных, количество товарных позиций, услуг, которые продают, ну, реально вмещается на один листочек. И бухгалтеру нет смысла никакого мучиться с обменом. Потому что все, везде ошибки могут быть, какие-то недочеты. Вот. Листочек А4, все продажи за неделю. Она быстро просто смеет и разнесет это, поверь тебе. Пройдет платежки, они раньше разносили, и ничего. Здесь такая же система. Пройма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова